Особое мнение на 101FM Повысится, а потом снова замерзнет Ну, надо погреться, потому что зима неминуемо наступит Ну, давайте к темам перейдем Вся прошлая неделя, в общем-то, она стала такой стрессовой для наших автолюбителей Дело в том, что Минздрав выпустил указ, согласно которому должен был состояться переход к новому порядку выдачи справок для ГИБДД Собственно говоря, это сразу же породило огромные очереди в медучреждениях Потому что, по слухам, стоимость этих справок должна вырасти была где-то в 5, где-то в 7, в некоторых регионах в 10 раз У меня вопрос Почему сегодня эту историю, если государство говорит о том, что мы должны выявлять людей, которые хронически употребляют алкоголь Или наркотические вещества, почему мы должны платить за это все Почему бы, например, эту историю не завести под действие полиса обязательного медицинского страхования Смотрите, вопрос у вас совершенно уместный Потому что сама тема ужесточения проведения медицинских анализов при выдаче справок, она не нова И этим летом инициатива Минздрава, правда, в ее первой инкарнации обсуждалась сообществом автовладельцев России В том числе такими инициативными группами, как «Синие ведерки» Это там Петр Шкуматов И идея, которую Минздрав выдвинул этим летом, она была, на мой взгляд, абсолютно рациональной При повторном прохождении медкомиссии водителями, которые ранее были лишены за езду прав в состоянии алкогольного пьянения За езду в состоянии алкогольного пьянения, их права эти отняли Им и предписано было проходить специальный анализ Анализ на так называемый ЦДТ-маркер, который как раз выявляет хронический алкоголизм И вот применительно к этой категории водителей и сама инициатива Минздрава, она абсолютно уместна Ну да, и вопросов, собственно, не возникает по этому поводу Да, у тебя прошел некий период исправления В период, в который ты не должен был садиться за руль И, разумеется, тебя должны проверить, ты исправился или нет Сам анализ, он такой интересный, широко используется в клинической практике Этот ЦДТ-маркер, он показывает не разовое употребление алкоголя А употребление меньше 60 грамм алкоголя в течение двух недель То есть, ну, такое как бы системное пьянство, скажем так, да И вдруг, да, и летом эту инициативу, ее поддержали Как абсолютно обоснованно Вдруг они замолчали И дальше Минздрав всех шокировал Распространив правила, которые были ранее применимы только для хронических ездунов в пьяном виде На всех автовладельцев, разумеется Но это вызвало недоумение людей И у меня это вызвало полное недоумение Когда я проезжал по улице Ярдякова и увидел там в одном из медицинских центров Огромная очередь, чуть не на улицу идет То есть, вот это та ситуация, когда, во-первых, бюрократия трансформирует решение Вот изначально разумное в абсолютно нерациональную идею Я не знаю, чем руководствовали, сразу скажу То есть, либо это, ну, просто, скажем так Как-то сказать Вот бюрократический пофигизм То есть сделали, потому что хотели просто сделать Может быть, есть какие-то корыстные у кого-то идеи в этом Потому что и этот анализ И предполагаемые анализы на основные виды наркотиков Это дорогостоящие достаточно вещи И нету большого предложения этих тест-полосок на российском рынке То есть, они так достаточно эксклюзивно продаются Не знаю, что произошло Но, на мой взгляд, Минздрав показал, что мнение граждан Федеральный Минздрав, что мнение граждан Российской Федерации его не очень интересует И пришлось вмешаться самому главному гражданину Российской Федерации И в ручном режиме В ручном режиме опять все это исправить Ситуация, на самом деле, она типичная Мы ее видим, например, на улицах нашего города Когда городская администрация принимает решение об установке светофора На перекрестке Октябрьского проспекта и Милицейской Вдруг-то И люди узнают об этом, только увидев, что монтируется светофор И монтируются соответствующие ограждения и знаки Разумеется, это вызывает у автовладельцев неудовольствие Неужели сложно было проинформировать и обсудить эту идею Хотя бы в первом приближении Объяснить, зачем это делается И тому подобное Поэтому, к сожалению, это показывает невысокий уровень Давайте сейчас скажем крайне низкий уровень обсуждения Принимаемых органами власти решений с населением Слава богу, откатили Слава богу, вмешалась генеральная прокуратура И первый замгенпрокурора Буксман Он сразу сказал, что прокуратура видит То есть Минздрав приостановил действие этой нормы А судя по словам прокуратуры Эту норму существенно изменят к ее внедрению летом Следующим летом 2020 года Я надеюсь, что она вернется на свои исходные позиции Слушайте, зачем каждому гражданину сдавать эти тесты Даже не при первичном получении прав А раз в 10 лет при замене прав Что покажет при замене раз в 10 лет Вот этот анализ на ЦДТ-маркер На хронический алкоголизм То есть если человек перед этим не будет 2 недели пить У него покажет ноль Если человек страдает хроническими заболеваниями Например, гепатитом или онкозаболеваниями Или, извините, это беременная женщина ЦДТ-маркер у него будет показывать Что там заболевание Отклонение Хотя этого заболевания на самом деле нет То есть сама неправильная логика Принятия этого решения Минздрава В том, что все люди Они виновны То есть ты должен проходить тест Для того, чтобы доказать свою невиновность То есть у нас вместо презумпции невиновности Получается презумпция виновности Абсолютное искажение Каких-то вообще принятых норм И я надеюсь, что Уверен даже в том, что следующим летом Инициатива эта будет Трансформирована в совершенно другую и разумную О чем мы уже раньше говорили Но мы можем надеяться, что это под УМС заведут? Или это все-таки будут деньги? Получение справок водительских Оно никогда под УМС не было Нет, ну хорошо Пусть водительскую справку оплачивают Как раньше Но конкретно вот эти маркеры Там пускай компенсируют Например Я в чем бы вашу идею поддержал В том, чтобы включить Проведение этих исследований Например, в перспективе В процедуры проведения диспансеризации Плановой населения То есть на самом деле Многие люди каждый день употребляют Энное количество алкоголя Или не каждый день, через день И считают, что у них все в норме А этот анализ не обманешь И это для человека И для врача звоночек Что у него развивается алкоголизм Начальная стадия Или хроническая стадия Наверное, правильно Такие вещи действительно делать За счет средств медстрахования Но о том, чтобы эта норма Где-то обсуждалась Я не слышал, честно скажу Вот вы сказали про употребление 60 грамм алкоголя Петр Шкуматов И более Упомянутый уже вами Говорит о том, что Например, 50 грамм водки Кто-то употребляет за ужином Например, да И если он делает это На регулярной основе Это приведет к тому И может привести к тому Что при прохождении маркера ЦДТ Он будет отнесен к хроникам Поставлен на соответствующий учет Ну и со всеми вытекающими последствиями Я к чему? К тому, что там люди Которые не дебоширят На улице пьяными не появляются И так далее Насколько они Вот сегодня Будут вынуждены Своей репутацией Страдать Из-за введения Вот этих вот маркеров Смотрите Я когда говорил о 60 граммах Я говорил о 60 граммах Тилового спирта Соответственно В перерасчете В перерасчете Побольше будет Не 50 граммов Под 100 грамм Вообще человек Который принимает алкоголь В каком-либо количестве Ежевечернее Это по меньшей мере Начальная стадия алкоголизма Раз Если человек 100 грамм вечером выпил В зависимости от Индивидуальных условий организма Ему возможно С утра нельзя садиться за руль Поэтому тут Петр Шкуматов На мой взгляд Чуть-чуть Передергивает факты Но наверное Он прав в том Что вот О чем мы и говорили То есть у нас какая-то Презумпция виновности Опасен ведь Не выпивающий человек Опасен даже не алкоголик Опасен алкоголик С антисоциальным поведением Который садится за руль И едет И убивает кого-нибудь На улицах города А выявить Антисоциальность поведения Это наверное Не задача нарколога Это задача Совершенно другого специалиста Это задача психиатра О чем Как-то у нас При Скажем так Прохождении Психиатрической экспертизы При получении справок Вообще За рамками этого приказа Как-то не рассматривается Опасность Она вот в той сфере Находится На мой взгляд Я предлагаю Сделать перерыв И к другой теме Мы перейдем Продолжаем особое мнение Гость его сегодня Роман Титов Мы продолжаем Есть еще одна Федеральная новость И новость Это субботни В субботу 23 ноября В Москве Состоялся 19-й съезд Партии Единой России В общем-то Мероприятие Такое знаковое На нем Партия обозначила Что уже Начинает готовиться К выборам 21-го года Это выборы В Государственную Думу Я предлагаю Эту тему Чуть подробнее Обсудить И начать С главного С выступления Владимира Путина Он Как мне кажется Выступил довольно жестко И призвал Партийцев Избавляться От популистов Словоблудов И конъюнктурщиков Словом От всех тех Кто Прикрываясь Знаменем партии Совершает Свои Не самые Высокоморальные Поступки В нашем регионе Есть такие люди? Думаю Да Такие люди Есть Потому что Партия Организация Большая Включает в себя Большое количество Людей И являющихся Чиновниками И не являющихся И являющихся Предпринимателями Просто гражданами Поэтому Неминуемо Просто по закону Больших чисел В любой популяции Такие люди Есть И То о чем сказал Президент Наверное Абсолютно Обоснованно Мне вот там В работе Со своими коллегами С депутатами Законодательного Собрания Наверное Таких людей Встречать Не приходилось То есть Люди Как-то Коллеги Привыкли Ответственно Относиться К решениям И Где-то Мы может быть Наступаем Принимая решение На законодательном Собрании По инициативам В том числе Вносимым Другими Политическими Партиями Мы Возможно Ставим Такие себе Крестики В Некую Электоральную Историю Нам можно Подъявить Что мы Не дали Такую-то Льготу Не дали Какую-то Другую Льготу Но мы Обоснованно Считаем Что Это Определенного Рода Популизм Под которым Не стоят Реальные Бюджетные Ассигнования В то же время Когда коллеги Из других Партий Предлагают Подкрепленные Бюджетным Финансируем Инициативы Проработанные Продуманные Как недавняя Инициатива Коллег из ЛДПР По Дополнительным Социальным Выплатам Мы такие Инициативы Поддерживаем То есть В целом Скажем так Президент Говорил Шире Даже Он Несколько Таких Категорий Людей Назвал И тем самым Всегда поддерживал А те Кто сегодня Находятся На скамье Подсудимых По делу ЦДС Они В свете Вот этого Высказывания Никто Я думаю Что На настоящий Момент С учетом Того Что Граждане Признали Свою вину Хоть и Приговор Суда Не вступил В законную силу Это Ну собственно Говоря Люди Которые Наверное Действовали Где-то И прикрываясь Может быть Партийными Регалиями Но действовали Не в интересах Государства То есть Это люди Наверное Которым В партии Не место Не наверное А уверен Ну смотрите Еще одну фразу Интересную Он сказал Путин Он сказал Терзайте И трясите Их Это В сторону Чиновников Было адресовано И Вторая фраза Была Старайтесь Поднимать Острые вопросы Решать их Своими силами Не дожидаясь Прямой линии Как этот тезис Вообще Может быть Реализован Если мы Говорим о том Что какая-то часть Членов Единой России Это и есть Те самые чиновники То есть Как они будут Трясти Сами себя Вот как Здесь Соберите баланс Только на первый взгляд Это кажется Как же так Это же пчелы против меда Неужели Единая Россия Партия власти Будет саму эту власть Критиковать Давайте не забывать Во-первых Про два момента Мы Я себя отношу К членам То есть Не отношу Я являюсь членом Фракции Единой России Да И Я уверенно Говорю о том Что мы и ранее Там с коллегами Власть критиковали То есть Просто придите На заседание Комитетов Я хожу На те которые Курируют Тот же Комитет Промышленности Где на последнем Законодательном Собрании На последнем Комитете Мы подвергли Очень серьезной Критике Это я Владимир Бакин Дмитрий Сергеев Другие мои коллеги Деятельность Фонда капитального Ремонта Который Ну фактически Является Структурным Дочкой Правительства Кировской области На других Социальной политики Там иные То есть Эта критика Она есть То есть Это критика Со стороны Депутатов Которые Представляют Жители области Критика Власти Которая Ну власть Исполнительная Второе направление Это О чем Скажем так Можно прочитать Между строк Вот в этом Выступлении Путина Это критика Внутри партийная То есть Если Для чиновника Членство В единой России Это определенный Такой бонус Преференции Как раньше считалось То на сегодняшний момент Это еще и большая Ответственность То есть Если ты Не Выполняешь Те решения О которых тебе говорит Глава государства И партийное руководство Избиратели твои А ведь Президент говорил еще о том Что надо повернуться Лицом к людям И слушать их Значит Возможно Ты Не достойен Будь членом Этой организации Она тебя не должна Поддерживать Вот Это Один из тех Тезисов Которые Можно Расценивать Как начало Ну такой Партийной чистки рядов В хорошем смысле Этого слова Те люди Которые Пользуются партией Исключительно для своих целей Они должны ее ряды покинуть Там Надо работать с людьми Надо выполнять наказы людей Но при этом Да Не переходить Границы между Разумностью И популизмом Вот о чем президент Ранее сказал Вот я так воспринимаю Эти тезисы Ну то есть Это наработка Работа на качество Да Работа на качество В целом Это не Какая-то революция О бах Разрешили чиновников Критиковать И раньше это было Абсолютно разумно И я думаю Что Критика со стороны Моих коллег Как единороссов Так и членов Оппозиционных партий Для губернатора Кировской области Который возглавляет Региональное отделение Едино-Россия Одновременно Там с Высшим Должным Постом В регионе Это и его инструмент Видеть какие-то Упущения В работе членов Правительства Министерств И собственно говоря Эти недочеты Исправлять Вот вы сказали Курс на обновление Перед Как раз перед съездом Был опубликован Оппозиционный В ЦОМ Согласно которому 51% Россиян Хотят перемен Но там В ЦОМ Никак не уточнял Что это за перемены И я хочу Спросить вас Это перемены Должны произойти Внутри партии И должны прийти Новые люди Или это запрос На ваш взгляд На перемены Вообще другой партии На запрос На новую партию Тоже сложно Вот такой Достаточно широкий Опрос В ЦОМ Комментировать То есть Мне кажется Когда россияне Говорят о том Что мы хотим перемен Вряд ли это можно Относить к тому Что мы хотим Совершенно другую Политическую систему Да Вот прям вот Другие партии Замените Уберите старые Дайте нам новое Люди говорят о том Что на мой взгляд Что хотят Чтобы власть их слышала Чтобы партии Выражали их интересы А не интересы Каких-то бизнес-сообществ О том Чтобы власть Больше Принимала Те решения Которые людьми Востребованы А не генерировала Безумные инициативы Типа Медицинских справок По 7 тысяч рублей Или по 5 тысяч рублей В 10 раз дороже Чем было раньше Вот Такие перемены Люди хотят В целом же Мое мнение Прошедший съезд Единой России Можно оценивать Как цементирование Контуров Существующей Политической системы Неизменными То есть остаются Четыре столпа То есть это Единая Россия Это Это все парламентские партии Да, ЛДПР и КПРФ Но при всем при этом В каждой из этих столпов В каждую цехвай Добавляется там Новая арматура Усиливающая То есть Единая Россия Это работа с населением И выражение Чайных людей Другие партии У них тоже пройдут съезды Тоже будет переформатирование Вряд ли мы увидим В ближайшие два года До парламентских Появления каких-то Новых политических акторов То есть вот Новых политических партий Хотя были вбросы о том Что может появиться Партия зеленых Новая При всем при этом В Единой России Есть экологическая платформа Это как раз проект Чистая сторона Региональным координатором Которым я являюсь Были речи о том Что в Единую Россию Преобразуют Валют какие-то другие Организации Присоединятся Были речи о том Что в партии Переформатируют Общероссийский народный фронт Однако этого Так и не произошло Наверное Самая интересная Из идей Которые за последнее время Вбрасывались Разными политологами В пространство Общественное Это идея О возвращении Системы Предвыборных блоков То есть Когда несколько партий Объединенных Общей какой-то Платформой Общей программой Выходят на выборы Тем самым Блок Привлекает Больше людей Чем Каждая партия По отдельности Сама идея Интересная Мы уже Видели это В начале В конце 90-х Начале 2000-х Годов Тогда были Предвыборные блоки Напомню Как раз Предвыборного блока Отечества Вся Россия Где Началась Единая Россия Возможно Эта идея Имеет право На жизнь Однако Она пока Обсуждается Только в экспертном Сообществе Мое мнение Глобального Переформатирования Не будет Но будет Скажем так Изменение Работы Каждой из партий Дебюрократизация Может быть В определенном смысле И возвращение К земле Если мы говорим О блокировании Блокировании партий С какими-то движениями Вы допускаете Мысль Что может быть Произойдет Какое-то Сотрудничество Какое-то Объединение Может быть С общероссийским Народным фронтом В плане блока Я такое Сотрудничество Допускаю Чисто экспертно Я не знаю Будет это или нет Допускаю Так же Как допускаю Возможное блокирование И других партий С близкими Программами Например Блокирование Справедливой России И Родины Об объединении Этих партий Говорят Достаточно давно Объединение Не произошло Во всяком случае Посмотрим Что будет На съезде СССР Происходить Но Блокирование Поможет этим партиям У СССР Где-то на уровне Пяти процентов Рейтинг у Родины Вот так Сильно пониже Возможно Это поможет им Консолидировать Какие-то интересы И пройти в парламент Давайте к другим темам Уже к региональным Перейдем К законодательному Собранию Не так давно Вновь избранный Спикер Владимир Бакин Сделал Ряд заявлений В том числе Он Мне кажется Впервые Ну по крайней мере Из представителей Единой России Он прокомментировал Ситуацию В Марадыково Прокомментировал Строительство Объекта В эфире По крайней мере Тогда Из руководителей Заксобрания Он точно был первым И когда журналисты Его спросили О его отношении К объекту Он сказал следующее Там нет никакого отношения Потому что вообще Никаких материалов Которые бы говорили О сути предприятия Которые планируются Там поставить Нет Какое мое отношение Лучше бы его не было Вторую Интересную вещь Он сказал Она вроде бы очевидна Но тоже я как-то Не слышала Возможно я пропустила Это и вы меня сейчас Поправите Но там от Не знаю От финансового блока От руководства Заксобрания Я ее слышала впервые Она касается налогов И Бакин здесь сказал Следующее Наши собственные доходы Должны расти не за счет Увеличения ставок налогов А за счет увеличения Объемов реализации продукции Положительной динамики По внутреннему региональному продукту Увеличению зарплат Для увеличения НДФЛ Сказал, что одна из мер Поддержки предпринимательства Должны быть сниженные ставки по кредитам В общем-то вещи такие Достаточно очевидные Но повторюсь Ни разу я их не слышала Там от тех Кто наверное должны были их говорить Во-первых я хочу спросить Согласны ли вы С этими двумя позициями Бакина И второй момент Эта позиция Она идет в разрез С мнением Не знаю Руководства региона Или она все-таки Там в рамках В рамках линии партии В рамках линии Там развитие региона идет Что касается Мородыкова То Владимир Гаврилович На мой взгляд Выражает Популярное Среди депутатского корпуса Мнение А также среди граждан О том Что существует Определенный дефицит информации По планируемому объекту В Мородыково Мы с ним Эту тему обсуждали Планируем В ближайшие месяцы Организовать встречу Депутатского корпуса И представители Госкорпорации Росатом Точнее Дочернее Произведение В ГУП Росрау Для того Чтобы депутаты В том числе Депутаты аграрии Которые Производят сельхозпродукции Которые беспокоятся По поводу Сбыта этой продукции Могли бы задать Все возможные вопросы Тот механизм Информирования Который сегодня Росрау По Мородыкову Создает На мой взгляд Он ориентирован Больше на экспертное Сообщество И в меньшей степени На Представителей местных элит Которые вообще практически Никак в процесс Не увеличены И на местное население Которое Вроде бы Есть прямая линия Вроде бы там Собираются Ну информационный центр Делать Но у людей Есть нехватка информации Наверное надо На каком-то более простом языке Говорить Владимир Городич Вот это на мой взгляд Имел ввиду Что касается налогов То здесь Это нисколько не идет В разрез На мой взгляд С политикой Региона Потому что Рост промышленного Производства Который у нас Отмечается Рост сельхозпроизводства Который отмечается Он приводит к увеличению Доходной базы бюджета Автоматически То есть нельзя Бесконечно доить корову Не давая ей при этом Корма Нельзя бесконечно Доить малый Средний бизнес Увеличивая ставки налогов Но при этом Не давать ничего взамен Я думаю что То есть есть Какие-то решения Которые мы принимаем На ЗАГС Собрании Которые способствуют Выводу бизнеса Из тени Его легализации Как недавнее решение О повышении Ставок Платы С кадастровой стоимости Потому что У нас Огромное количество Владельцев недвижимости Вообще ничего не платило Потому что Они владели помещением Меньше тысячи квадратных метров То есть У тебя тысячи Ты платишь А у тебя 999 Ты не платишь ничего То есть Это одна Страна Я говорю что Кажется что Идет как раз В разрез На самом деле Не в разрез То есть Меры по легализации Они уже все приняты Наверное сейчас Надо говорить О стимулировании Регионального потребительского рынка О стимулировании Регионального бизнеса Как за счет Ну Неких Механизмов бюджетного Там софинансирования Так и за счет Послабления определенных Мы понимаем Что здесь у нас Руки немножко скованы Потому что Все же Основные налоги У нас Федерация Формирует Да Ставки Однако Вот если удастся нам Зайти в проект По самозанятым Это и легализация И увеличение Доходной базы бюджета Будет Проект Пилотный В четырех регионах Прошел И по мнению Главы Кировской Налоговой Дениса Смехова Там Тема обсуждалась С ним Он говорит Что проект Дал эффект То есть люди Каменщики Шиномонтажники Мастера Которые делают ремонты Они пошли легализовываться Платят Некую сумму денег Базовую Как самозанятые С них больше Там никто Ничего не берет Но при всем При этом бюджет Получил ощутимый эффект То есть вот Бакин говорил об этом Приходилось слышать Что вот Наступила некая Оттепель Да и заморозка Это никакого не было Просто вот на мой взгляд Владимир Гаврилович Здесь Во всяком случае На начальном этапе А я думаю Что и в дальнейшем Он показал себя Как более открытый человек Чем Владимир Васильевич Быков Но это Исключительно Вот там Их личностных характеристик Если бы Если бы Владимир Васильевич Спросили по Мородыкова То он бы наверное Ответил бы на этот вопрос Однако просто форматов Таких не было Где можно было бы Тему обсудить У него Вас заверяю Там Этот вопрос Тоже вызывал большой интерес И желание там Поглубже узнать Что там происходит По крайней мере Позицию депутатов Мы не слышали Ну я в этом В эфире В этой студии Энное время назад Сказал примерно то же Что сказал Владимир Гаврилович То есть мы с ним Обмениваемся информацией И по тематике ТКО И по тематике ЖКХ То есть ежедневный формат общения есть Я предлагаю тебе на рекламу И немножко еще Про тему Мородыкова поговорим Возвращаемся в студию Продолжаем особое мнение Роман Титов сегодня у нас в гостях Я обещала Что мы немножко поговорим Про Мородыкова Роман Вы упомянули о том Что готовится встреча Представителей Росрау С депутатами Есть ли какое-то понимание Когда эта встреча будет Направлено ли уже сообщение Обращение к Росрау И как это все будет В каком формате Мы сам формат этой встречи Необходимостью проведения Проговорили с первым замгендиректором Росрау Корольковым Во время его последнего визита в Киров То есть это октябрь месяц Идея была поддержана Планировали проведение Изначально в декабре этой встречи Но в связи с определенными Перептемиями Которые у нас в ЗАГС-собрании Происходили Я думаю, что эта встреча Перенесется на после Нового года Но мы уже сформулировали и отправили Большое количество вопросов Которые как сами задали Представителям Росрау Так и которые нам задали избиратели В частности вопросы по транспортировке По тому, что регион получит Самый важный вопрос, на мой взгляд Это вопросы, которые формировали депутаты Самый важный вопрос, на мой взгляд Вот когда был объект уничтожения Химоружия Вокруг него была достаточно большая Зона санитарно-защитных мероприятий И граждане, получающие в этой зоне Они имели определенные преференции По здравоохранению Иные, иные, иные А сейчас, когда будет новый объект По переработке отходов Первого-второго класса опасности У него будет просто там Санитарно-защитная зона Она не очень большая будет Мы ставим вопрос о том, что надо по объектам Будущим по переработке отходов Делать вот такие же санитарно-защитные зоны Чтобы граждане, которые проживают В том же поселке Мирный В иных населенных пунктах Вблизи объекта Получали определенный социальный пакет Вот Поэтому, как только встреча пройдет Мы обязательно проинформировали вас Нам самим интересно, что там будет происходить Не столько технологии, сколько безопасность Сколько что область получит от этого объекта Давайте еще раз по времени То есть мы ориентируемся на январь На январь-февраль Январь-февраль Раз уж про Мородыкова заговорили Давайте еще одно высказывание Попрошу вас прокомментировать Его сказал Александр Балыбердин Про Таирей, представитель РПЦ Он сказал вот что Строить столь опасный завод Не в безлюдном месте Очевидный грех И за него придется отвечать Как перед людьми, так и перед Богом Как вам такое? Отец Александр уже в социальных сетях сказал Что это его частное мнение И не надо его считать мнением Всей русской православной церкви От которой уважаемый человек Неуполномочен говорить Я думаю это мнение выражает Опять же Нехватку информации у людей О будущем объекте Надо с этим работать Вот Тут пока мы с вами говорили Мне передали, что в эфир звонил Житель Слободского района Интересовался, как я отстаиваю Интересы избирателей в Слободском районе Вот буквально сегодня встречался С главой района по строительству Тетского сада в Бобино Вчера с главой администрации района По организации новогодних празднеств И по строительству пристроя К спортом Красный якорь в городе Слободском По этому работу ежедневно На вопрос думаю ответил Да Спасибо слушателям, которые звонят на ваш эфир Да, мы продолжим С другой темой Есть у нас в регионе планы По созданию По организации, точнее По организации рейсов из Кирова в Турцию Из Кирова в Грецию Идею озвучил глава региона Игорь Васильев В интервью нашим коллегам из Интерфакса Вы в эту историю вообще верите? Что она возможна? Я верю в китайскую мудрость Что путь в тысячу ли Начинается с первого шага То есть если не сделать первый шаг Ты ни к чему не придешь В процессе движения цель может поменяться Но сам факт движения Это движение правильного направления А это абсолютно правильное направление Это, ну, хорошо Вот давайте там на своем примере скажу Мы действительно вот так сложилось исторически Ну, любим отдыхать в Греции Да И надо ехать до Москвы Трястись ночь в поезде Потому что самолетом дороговато получается Ну, сейчас начала Победа летать Может быть тешево Но рейсы не очень удобны Хотелось бы, конечно, в теплые страны А мы, жители севера Летать на более удобных условиях Ехать в Казань Ну, я не сторонник Таких вот больших поездок По автодорогам Опасно Поэтому сама идея правильная Вот в вашей студии был уже Дмитрий Русский Я его эфир внимательно послушал Он сказал о том, что Ну, чем загрузить этот аэропорт зимой Например Пассажир поток ограничен Наверное, он прав Но мне кажется, что Кирову нужно новое здание Аэровокзала вообще Если в нем будет международный терминал Это только лучше Потому что то здание, которое сегодня есть Ну, по большому счету Это, наверное, напрасно потрачены деньги То есть было здание Старого советского аэровокзала Который, кстати, обслуживал 5000 человек в день Мы до этого потока еще не дошли Но были другие требования к безопасности Сегодня эксплуатируется нормально Для пассажиров Лишь малая часть этого здания Уже тесновато получается Уже в зале ожидания Там плечом к плечу Спиной к спине Люди сидят И, наверное, губернатор прав в том Что надо стимулировать Развитие нашего аэроузла Строить аэровокзал Я думаю, по тем Новым требованиям Которые и в России И на Западе приходится видеть Это здание Которое Скажем так С опорным с несущим каркасом Внутри оно модульное Его можно перенастраивать В зависимости от потребностей Причем достаточно быстро Это такие быстро возводимые конструкции Нет Само здание капитальное Но внутри него перегородки Выставляются как для организации Зоны таможенного досмотра Так и для организации Внутренних рейсов То есть Вот доводилось видеть Когда аэропорт Буквально в течение года Менялся Именно благодаря Вот этим передвигаемым Сооружениям Стенам Прочее То есть Нам такое здание нужно Для того, чтобы мы могли Там часть Высвободить Оперативно Под Международные рейсы Если зимой, к примеру Эти полеты не проводятся Соответственно Перенастроить Оперативно Опять же Из модульных конструкций Под внутренние рейсы То есть Идея сама правильная И движение в этом направлении Еще раз повторюсь На мой взгляд Необходимо Ну хорошо Когда мы говорим О таких больших проектах Мы всегда говорим О деньгах Возведение терминала Тем более Международного терминала Это всегда история Дорогостоящая Я посмотрела цифры В Хабаровске Терминал Который будет строиться В 2020 году Стоимость ориентировочная 3-3,5 миллиарда рублей В Волгограде Терминал Который построили К чемпионату мира 3,7 миллиарда В Казани Не самый большой терминал Больше миллиарда рублей Где деньги? Региональный терминал Уровня Кирова Можно построить Где-то за Полмиллиарда Это региональный Который будет позволять Международный рейс С возможностью Организовывать Зону досмотра таможенного 500-750 миллионов рублей Откуда взять деньги? Давайте не забывать Что у нас в 2024 году Юбилей областного центра Кировская область С своими хотелками Многие из них удалось донести До профильных министерств Но наверное Аэропорт Это такая Важная вещь Которую еще не поздно Докинуть в тот пакет Который мы бы хотели В качестве Подарка Можно сказать На юбилей города От федерального правительства И возможно Эти средства будут выделены Либо в софинансировании С регионом Либо чисто под регион Напомню Там на театр Например На областное здание Драмтеатра Нам дали миллиард рублей На реконструкцию То есть мы ждем этих денег Именно в рамках Празднования Подготовки к празднованию 2024 года Реконструкция В центре города Миллиард Здесь новый терминал Он дешевле получится Но конечно Надо будет перенастраивать И Саму взлетно-посадочную полосу Потому что терминал Очевидно будет стоять В стороне от основного здания На которое все коммуникации Заточены В целом проект амбициозный И опять же повторюсь Важно в этом направлении Двигаться Дай бог Срастет Сама идея правильная Ну зачем нам Международный аэропорт Большой аэропорт Я поэтому и говорю Нам нужен новый аэропорт Здание аэровокзала В котором можно решать Любые задачи Организации пассажирских перевозок Я немножко о другом хочу спросить У нас сейчас есть аэропорт Победилова С которым собственно говоря Маленький аэропорт Маленькие проблемы Большой аэропорт Большие проблемы Соответственно Больше кассовый разрыв Больше там субсидий с бюджетом Мы с сегодняшней ситуацией В Победилово Не можем справиться Как мы с большим аэропортом Будем управляться Мне кажется Что во-первых У нас уже проблемы Из-за того что у нас Большие проблемы Из-за того что аэропорт Маленький раз Во-вторых Мы могли бы стать Своеобразным Пассажирским хабом Для более северных регионов С которых нет Такого же прямого сообщения Организовать еще более проблематично Из-за мерзлоты Из-за сложности Организации перевозок Вот в этих экстремальных Северных территориях Как организовать Пассажиропоток Слушайте Ну это задача профессионалов Я думаю Что на этапе Проектирования заявки Эти все вещи Будут ясны и очевидны То есть замахнулись Либо на ту идею Которую можем проглотить Или все же Не получается ничего Но сегодня На мой взгляд Аэровокзал уже не справляется С своими задачами Остается у нас Чуть меньше полутора минут До конца эфира Я хочу очень кратко Спросить вас О законопроекте О времени тишины Который вы вносили Который уже стал законом На последнем ЗАГСобрании Какие поправки Были утверждены И какие вошли Уже в итоговую версию Закона Это поправки По конкретизации Видов шумов За исключением Мы вывели Из регулирования Крики детей Но ввели Скажем так Фактически запрет Ночного строительства В том числе Строительства Жилых домов Близи Ноквартирных домов Которая может Там подчинить Неудобства гражданам Мы ограничили С коллегами Ночной Лай И иные Звуки Издаваемые С животными Потому что на сегодняшний день Это большая проблема Ночные ремонты Как концепция Ушли То есть мы Ориентировались на обращение граждан Избавились от нее Ужесточили штрафы Впервые появившиеся Для юридических лиц За нарушение режима тишины И сделаны Исключения По ремонту дорог Содержанию дорог И вывозу Твердых коммунальных отходов Роман Роман Мы на этом вынуждены закончить Программа наша завершается Это было особое мнение Романа Титова Спасибо Спасибо Особое мнение На 101FM